Здравствуйте, мои дорогие! Это астропрогноз с 17 по 23 июля. 17 июля Луна у нас находится в Раке. Это эмоциональность, чувственность, стремление к роду, к семье, общение с близкими. В 21.32 наступает новолуние. Это новые задачи, связанные с семьей, близкими. Появление новых членов семьи. Так как новолуние происходит в оппозиции к Плутону, возможны потери и расставания с близкими. Может потребоваться принятие важных решений, связанных с семьей. Для смягчения этого аспекта рекомендуется контролировать эмоции и не рубить с плеча. Также сложный аспект квадратуры Юпитера и Меркурия. Юпитер – это планета социального успеха в Тельце, а Меркурий – планета интеллекта во Льве. Могут возникнуть напряжения из-за желания финансово покрасоваться или не учесть риски в каких-то финансовых сделках и прогореть. Меркурий во Льве может нам давать желание быть лучше, чем мы есть на самом деле, верить в то, что мы больше знаем, лучше знаем. И вот именно этого необходимо остерегаться. 18 июля Луна перешла в знак Льва – это желание блистать, царствовать и баловать себя. Образуется поддерживающий аспект Нептун в тригоне к Солнцу. Этот аспект дает мощную поддержку высших сил и ангела-хранителя. Также поддерживающим аспектом является тригон Раху к Венере. Это аспект веры в будущее. Все новые идеи, основанные на любви и красоте, начинают свой рост, свое движение вперед. Добавляется сложный аспект Сатурн в оппозиции к Марсу, который может спровоцировать резкие действия против правил и догм. 19 июля Луна находится еще также во Льве. Это яркий эмоциональный фон, желание блистать, все как и в прошлый день. Добавляется сложный аспект Квадрат Урана к Лили. Это комбинация, которая дает неожиданные обманы, неординарных мошенников и исключительно необъяснимые искушения. Но образуются еще и два поддерживающих нас аспекта. Это тригон Херона к Луне и тригон Херона к Меркурию. Херон – это планета партнеров, партнерств, партнерских отношений. И это помощь от руководства, начальства, эмоциональная поддержка друзей. 20 июля Луна уже переходит в знак Девы. Это чувство дисциплины, это разум контролирует все наши чувства. И в этот день образуется очень сложный аспект – Большой Крест. В этот аспект входят четыре планеты – Плутон, Солнце и два лунных узла – кармический узел прошлого и кармический узел будущего. В это время есть большой риск возникновения катастроф. Скорее всего, на воде, так как Солнце у нас находится в Раке. Очень быстрых социальных трансформаций. Так как Плутон находится в оппозиции к Солнцу, и он же находится в Козероге, а Солнце в Раке, то, скорее всего, эти трансформации коснутся законов, правил, связанных с семьей, с брачными отношениями. А также могут пройти какие-то трансформации в каждой семье на уровне традиций, устоев. Участниками влияния этого аспекта станут Козероги, Весы, Раки и Овны. Будьте очень аккуратны. И если возникнут какие-то непредвиденные, не очень благоприятные обстоятельства, старайтесь не нырять в них, а подождите, остыньте и решайте все с холодной головой. Все поддерживающие аспекты остаются из предыдущих дней. Это тригон Нептуна и Солнца, то есть поддержка высших сил нам гарантирована. Тригон Херона к Меркурию, поддержка руководства, партнеров. И также поддержка тригона Раху к Венере и тригона Луны к Раху. Это любовь, доброта, вера, чувственность, эмпатия будут поддерживать нас в этот достаточно сложный день. 21 июля Луна также остается еще в знаке Девы. Чувство и эмоции под контролем, собранность. Большой крест сохраняется. Все аспекты тоже еще активны на небе и добавляются прекрасные аспекты тригона Юпитера к Луне, что дает уверенность и надежду, а также несет удачу всем делам, которые мы делаем по сердцу, от сердца. 22 июля Луна также находится еще в Деве наш. Наши чувства под контролем. Большой крест на небе. Но поддерживающих аспектов становится все меньше. Остались только тригон Раху к Венере и тригон Херона к Меркурию. То есть поддерживать нас будет доброта и любовь, а также наши партнеры. 23 июля Воскресенье Луна перешла в весы. Чувства смягчаются, желание видеть и наслаждаться красотой. Но Большой крест также еще сохраняется и добавляется еще один сложный аспект. Это соединение Меркурия с Лилит и квадрат Лилит к Урану. Этот аспект нам говорит, что необходимо быть максимально аккуратными в любых финансовых и бизнес-вопросах. Здесь могут быть неожиданные потери, обвалы акций, каких-то рынков. И, соответственно, очень много выйдет наружу мошенников и постараются ваши денежки прикарманить. Поэтому будьте очень аккуратны, благо это воскресенье, особо не рабочий день. Поэтому можно избежать активного общения и взаимодействия с финансовыми структурами. Вот такая достаточно нелегкая неделя нас ожидает. Готовьтесь к 20 июля. Подготовьте себя к тому, чтобы эмоционально не включаться ни в какие негативные ситуации. И тогда эта неделя будет для вас успешной. Потому что любые напряженные аспекты – это трамплин для нашего роста. Всем желаю прекрасной недели. Если вам нравятся мои прогнозы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.